Всем привет! Сегодня я покажу вам поистине настоящий макияж без макияжа. И то, что вы видите сейчас на мне, это его более продвинутая уже версия с бровями, даже с намеком на губы. Но в процессе, когда мы будем делать макияж, я вам покажу несколько очень простых приемов, которые занимают буквально не больше двух минут, но они уже настолько преображают наше лицо, и при этом лицо абсолютно не выглядит накрашенным. И я вам гарантирую, если с таким макияжем вы бы встретили меня на улице, вы бы никогда не подумали, что я накрашена. Скорее, вы бы подумали, что что-то подозрительно хорошо я сегодня выгляжу. Также в конце этого видео я превращу этот макияж в такой базовый дневной, но при этом вы уже добьетесь эффекта именно макияжа. Хотя я все-таки хочу сосредоточиться на том, чтобы показать вам, как не перегружать лицо, как создать эффект, как будто я вот такая красивая, только встала с постели. Сейчас слегка подержу интригу, но давайте уже переходить к макияжу, чтобы вы посмотрели на него в действии. Конечно же, ключ истинного макияжа без макияжа в состоянии кожи. И на этом мы как раз-таки и сосредоточимся. Мы можем в этом типе макияжа проигнорировать и глаза, и губы, и даже брови. И в принципе, если мы сделаем макияж на этих зонах, то уже будет видно, что на нас макияж. А вот когда мы видим просто голое лицо, но при этом очень красивую ухоженную кожу, вот тогда задача выполнена. Сейчас у меня абсолютно голое лицо, не грамма косметики. Единственное, что я сделала, это свой ежедневный уход, но я его делала в 7 часов утра, когда встала, а сейчас уже 11 часов, и поэтому первый шаг, который я буду делать, он далеко не обязателен для всех, но я его хочу включить, потому что для меня это играет роль и делает небольшую разницу. И я хочу использовать витаминную эмульсию от Avon для того, чтобы просто освежиться, для того, чтобы убрать малейшее какое-то чувство стянутости, которое у меня к этому времени может уже появляться, из-за чего я, собственно, часто пользуюсь какими-то увлажняющими праймерами. Если у вас нормальная кожа, то, во-первых, я вам очень завидую. Чем мне нравится эта эмульсия, это тем, что она успокаивает кожу, и еще у нее очень приятный распылитель. Вы как будто разбрызгиваете какое-то мелкое облачко вокруг своего лица, и появляется дополнительное чувство увлажнения, и также, если есть какие-то покраснения, они немножко становятся меньше. Ух! Следующий шаг тоже далеко не обязательный, и вы, наверное, сейчас думаете, а когда же пойдут обязательные шаги, потому что уже второй раз подряд шаг вроде бы как необязательный. Но я вам признаюсь честно, на самом деле макияж без макияжа можно сделать очень просто, буквально один-два продукта используешь, все, готово. Но я же не могу сделать это видео на две минуты, поэтому я вам показываю самую такую продвинутую версию, а вы уже исключаете те шаги, которые сами для себя считаете ненужными. Так вот, следующий шаг для меня, это опять-таки что-то наподобие ухода. И я буду использовать увлажняющий и разглаживающий праймер от Анели. Здесь для меня в одном праймере сразу все, что мне нужно. Во-первых, увлажнение, потому что обычно к тому моменту, когда я сажусь делать макияж, у меня лицо, ну не то чтобы сухое по ощущению, потому что уход все-таки утренний еще работает, но уже есть какое-то такое ощущение, что вот неплохо было бы что-то вот как бы добавить. Поэтому для меня вот такие увлажняющие праймеры сейчас отличное просто спасение. Еще также бонус конкретно этого праймера в том, что у него в составе очень много ухаживающих компонентов, поэтому вот этот праймер я легко могу наносить в качестве ухода. А следующий шаг как раз-таки является обязательным. Для большинства из нас главной проблемой, из-за чего нам не нравится отражение нашего с утра, это неоднородность тона. Поэтому если конкретно эту проблему устранить, то сразу создается ощущение, как будто кожа красивее, как будто вид у вас более отдохнувший, и как будто у вас просто общее свежее состояние, а не какое-то уставшее, невыспавшееся, больное и так далее. И в общем-то, что мне понравилось для того, чтобы исправлять эту ситуацию, это новый продукт от Гош. Это также часть летней коллекции. Недавно я делала обзор на всю летнюю коллекцию Гош. Там очень много странных таких новинок. Но вот это я оставила для вот этого отдельного видео, потому что мне хотелось большему вниманию уделить. В общем-то, этот продукт называется Праймер Плюс Skin Adapter, и у него оттенок хамелеон. Это полупрозрачный праймер, который сам по себе белый. То есть, если вы просто выдавите его на руку, вы увидите, что он такого, ну, может, не белого, но слегка сероватого цвета. Но в нем находится инкапсулированный пигмент, поэтому, как только вы начинаете это растирать по коже, то пигмент, соответственно, проявляется, и он как бы якобы должен подстраиваться под оттенок вашей кожи. Он практически ничего не перекрывает, но действительно главная его задача в том, чтобы просто выровнять общий тон лица. Ну что ж, давайте пробовать. Много я уже о нем сказала. Я сейчас выдавила одну помпу, и я постараюсь его нанести сейчас вот просто как увлажняющий крем. Прелесть этого продукта заключается в том, что не нужны ни кисти, ни спонжи. Вы просто делаете это как часть ухода. И вот я бы хотела еще на лоб немножко, вот буквально, не знаю, половинку помпы. И буквально еще половинку помпы я возьму для того, чтобы на шею нанести. Как видите, я вообще не заморачивалась тем, чтобы как-то это все по-особенному растушевывать, спонжами, кистями или чем-то еще. Вот просто как обычный крем это по-быстренькому нанесла. И из-за того, что это не тональная основа, естественно, не ожидайте здесь какого-то феноменального покрытия. Но в то же время я сейчас смотрю на себя в зеркало, и я вижу, что текстура лица у меня немножко выровнялась. На носу поры вообще очень красиво заполнились. Чуть-чуть лицо посвежело, хотя нет такого же эффекта, как от тональной основы, но тем не менее макияж без макияжа этого и не предполагает. Ладно, неплохо. В принципе, я уже очень довольна тем, что я вижу зеркали. И знаете, какой еще дополнительный бонус вот этого средства? Вы можете его нанести как последнюю часть вашего ухода, а потом, если вы решите, что вы все-таки хотите делать макияж, то не нужно все это смывать с лица, потому что по факту это праймер, то есть вы можете это использовать под тональную основу. Единственное, насчет чего у меня вопрос, это SPF-защита. На мне уже есть SPF-защита, которую я наносила с утра, как последний шаг своего ухода, но тем не менее в составе здесь в этом средстве очень высокое содержание диоксида титана. Если логически подумать, здесь SPF-защита должна быть, но абсолютно нигде об этом ничего не сказано. Ну ладно, как я и сказала, не особо будем на это полагаться. Если вы хотите довести это немножко еще больше до идеала, я бы добавила сюда еще немножко консилера. Это новый консилер от Catrice, он называется One Drop Coverage. Это жидкий пигмент, по сути, и достаточно всего одной малюсенькой капли, для того, чтобы перекрыть достаточно много чего нехорошего на лице. Вот наблюдайте, на что способна вот эта капля. Первое, что я сделаю, это нанесу консилер на веки, потому что у меня очень ярко выражена сосудистая сеточка там, она мне не нужна. И, естественно, нанесу еще немножко под глаза, для того, чтобы скрыть любые синячки. И, как видите, даже после этого у меня еще остался консилер, и я нанесу его в те зоны, которые, на мой взгляд, требуют немножко больше внимания. У меня это сосудистая сеточка на крыльях носа. И также какая-то пигментация. К примеру, вот на лбу у меня здесь есть пару мест, которые меня раздражают. Моя капелька консилера на этом закончилась. И, в принципе, все. Мы с вами справились. Вот это, я считаю, поистине макияж без макияжа. Если вы меня встретите вот в таком вот виде с утра, когда я гуляю с собакой, наверняка у вас не сложится впечатление, что я накрашена. Но, тем не менее, лицо выглядит гораздо лучше, чем оно выглядело в начале видео. Но, как я и сказала, сегодня мы с вами будем делать макияж без макияжа на стероидах. Действительно, почему у меня? И все, что я буду делать дальше, это уже скорее, наверное, даже дневной макияж, а не макияж без макияжа. Для бровей я буду использовать помадку. Почему помадка? Потому что с помощью помадки я могу не заполнять все брови, а я могу только прорисовать волоски, где мне это нужно, а в каких-то проплешинах. Сейчас я вас еще ближе подвинула и попытаюсь показать. Даже этот оттенок для меня слишком темный сейчас. Но, тем не менее, мы потом это растушуем. Вот, видите, какой принцип? Я делаю такие, как штрешочки, которые будут напоминать мою собственную бровь. И только исключительно там, где мне это нужно. И то же самое сверху. Буквально несколько штрихов, создавая иллюзию, что у меня красивая форма брови, именно правильная, а не такая, как она естественным образом бывает. Здесь, как бы, нет ничего плохого. У всех нас бывают и проплешины, и какие-то залысины. Получается, не та форма, которую мы в идеале на себя видим. И вот такой вот способ призван решить, как раз-таки, главным образом, вот эти проблемы. И сейчас я слегка прочешу бровь, для того, чтобы не было видно вот этих жестких линий, которые прям отличаются по оттенку. Но в то же время, чтобы их не стирать в кашу, не создавать просто как будто фон, чтобы линия оставалась линией, просто она стала менее жесткой. И повторяем то же самое, если считаем, что где-то нужно что-то добавить, но в то же время не увлекаетесь. Пора остановиться! И если вам уж совсем хочется сделать ее прям идеальной, то здесь можно добавить еще тонирующий гель для бровей, или даже просто гель для бровей прозрачный, и поставить все эти волоски. Тогда весь эффект будет еще круче. На этом этапе мне хочется немного сбалансировать лицо и сделать хотя бы что-то на губах, потому что у меня вообще ничего нет. Но я не хочу наносить ни помаду, ни уж тем более какую-то матовую жидкую помаду. Я уже вам рассказывала в видео о дневных макияжах, что я на каждый день люблю пользоваться просто обычным карандашом, и возможно каким-то блеском или чем-то таким. В последнее время я очень полюбила вот этот карандаш от Lamelle, и конкретно вот этот первый оттенок. У меня своей формы нет, вернее она неправильная, поэтому вот такими карандашами я обожаю делать форму, но если у вас свои красивые губы, то это конечно же далеко не обязательно. И слегка можно заполнить. Ну и вот мы с вами создали более продвинутый вариант макияжа без макияжа. Ну уж если тебе и этого мало! Давайте сейчас превращать это все в дневной макияж. И первое, что я хочу закончить, это макияж лица, поэтому я беру жидкий хайлайтер от Essence, он называется Insta Perfect. У меня это оттенок Gold Addiction. Это, наверное, один из самых натуральных хайлайтеров вообще в целом в моей коллекции, потому что им можно просто облиться с ног до головы, но при этом он создает как будто легкое увлажнение, но ни грамма блесток, ни грамма какого-то лишнего сияния, просто вот такое вот очень красивое, деликатное свечение. Следующий шаг для меня это бронзер, и я возьму бронзер от Maybelline, это City Bronzer. Опять-таки, не сходим с ума здесь, буквально вот такими вот похлопывающими движениями наносим его на основные участки, куда наносится бронзер. По большому счету рисуем как бы тройку на своем лице. Это самый беспроигрышный вариант. И последнее, что нам осталось, правильно, это глаза. С глазами я тоже, конечно же, не хочу заморачиваться, как и со всем остальным лицом, поэтому я буду использовать максимально простой в использовании продукт, а именно кремовые тени. Это кремовые тени от Max Factor. С одной стороны здесь такой светло-коричневый, тауповый оттенок, и с другой стороны более темно-коричневый. И не зря этот продукт называется как контурирующий стик, потому что это действительно контурирование для ваших глаз. И для того, чтобы сделать макияж глаз, достаточно иметь этот стик и палец. Более светлый оттенок я люблю наносить как во внешний уголок, так и, в принципе, по всему подвижному веку. И потом вот так вот подниматься немножко выше в складку. И сразу его же тут и растушевывать. Если вам не нравятся манипуляции с пальцами, то можно взять вот такую вот пушистую синтетическую кисть. Прелесть кремовых теней заключается в том, что с ними очень легко работать. Можно также и на кисть слегка набрать, если вы видите, что где-то вы хотите добавить оттенок, или где-то, может быть, у вас какая-то маленькая проплешинка образовалась. И теперь я возьму более темный оттенок. И чем мне нравится, кстати, тоже этот стик, это тем, что здесь оттенки эти, в принципе, достаточно нейтральные. И я вот наношу только в уголок глаза. Вы на самом деле можете и немножко побольше его нанести, и сделать своеобразный градиент. Я его использую больше как карандаш, для того, чтобы сделать такую тупую стрелочку. И последний шаг в этом макияже это тушь. Вы, конечно, можете еще на нижнее веко нанести эти же кремовые тени, но я сегодня не хочу перегружать свое лицо. Мне кажется, и этого достаточно. И в качестве туши я буду использовать тушь не черного, а коричневого оттенка. У меня это тушь из линейки NYX Worldly Hype, и оттенок у нее Brownish Black. Ну вот и все. На мой взгляд, получилось очень здорово. А если учитывать, что на мне еще и нет тональной основы, так вообще, макияж все равно выглядит полноценным. Для меня это идеальный такой вот повседневный макияж, который скрывает абсолютно все, что мне бы хотелось скрыть, и подчеркивает мои естественные черты лица. Тьфу, деревня! А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Поделитесь этим видео со своими друзьями и подругами. Научите их тоже делать вот такой вот макияж без макияжа. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконочку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает другие мои видео, которые вы, возможно, не смотрели. А если эти видео вы уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.